начинаем вязание бактуса первая деталь перед вами таблица таблица вязания смотрите смотрите на нее внимательно кроме этой таблицы вам в общем то больше ничего не надо все что вам нужно видеть на этой табличке расписано начинаем вязание с 30 петель 30 петель начало первой детали сбросовые нити видимо бросовая нить через катушечную не нужны открытые петли это единственная деталь который мы будем вязать сбросовые нити с чего-то надо начинать начинаем с первой детали дальше очень важный момент 30 петель это размер нашей детали сколько набрать петель и смотрите по 12 по 41 это тоже очень важно потому что 30 петель у нас идет не относительно центра машины центр машины вот нулик а полотно у нас находится на правой стороне поэтому п когда у нас будет полотно и налево и направо здесь будет буковка л лево право так вот правая 12 правая 12 правая 41 игла центр вот 12 41 это важно для того чтобы большие детали мы могли четко уместить в праве варень провязывания на своей машинке то есть центруемого каретка что такое каретка это местоположение то есть каретка у нас находится с левой стороны это тоже важный момент то есть каждый раз мы начинаем с того места в котором указано в табличке каретка слева значит начинаем вязание с левой стороны четыре первых ряда в виде 1 2 3 4 отделка это отделочные ряды берем отделочный цвет у меня это белый и независимо от убавок прибавок каждый раз каждую новую детальку мы начинаем с четырех рядов отделочным разделителем это важно и дальше убавки прибавки по указанию еще важно край следующая деталь очень интересно потому что по краю мы будем выполнять отделку сразу будем делать петли сейчас покажу следующую деталь мы не трогаем и следующую деталь мы можем выполнять как сейчас убавками просто сделаем край который наденем на иглы следующий раз и от него будем вязать деталь а можем делать частичное вязание все будет зависеть от того насколько у нас загнута деталь и насколько это удобно вязать поэтому следующие детали край это очень тоже важные для вас метки по краю мы делаем петли последующей детали метки не делаем метка обращайте внимание теоретически я буду ставить вот такие вот слова метка вот с какой стороны относительно центр видите центр это центр ряды с 1 по 60 правая сторона левая сторона правая сторона с правой стороны плюс 2 плюс 3 плюс 2 плюс 8 минус 8 то есть плюс это прибавка минус это убавка само собой метка там где у нас стоит метка это значит мы будем ставить метку на полотне здесь будет какой-то загиб и какая-то деталь будет в соответствии с выкройка меняться поэтому нам нужно будет отметить вот эту точечку покажу с какой стороны слова метка вот там мы ее ставим на том ряду 56 ряд значит с правой стороны мы привязываем узелочек полотну ставим метку и вот здесь вот видите тоже написано край потому что деталь хитрая она кривая следующая деталь у нас доходит до метки и дальше идет закрытие и поэтому закрытие мы тоже хотим с вами выполнить петли чтобы уже не возвращаться как отделки чтобы у нас стали уже была готова все она будет связано и к этому краю мы больше уже возвращаться не будем поэтому набрали каретка слева берем отделочный материал провязываем один ряд целиком второй ряд провязали и сделали две прибавки ставлю табличку рядом не тяну не стоит на стойке и при глазами не надо вообще ничего думать очень очень удобно советую взять на вооружение способ перед глазами стоит и все смотрите и вяжите счетчик обнулить отделочный материал и начинаем вязание отделочный белый его я держу рядом с машинкой ставить в нить водителя не буду потому что он нам нужен будет всего четыре раза работая плотность первый ряд по выкройке у нас ничего не происходит провязали второй ряд мы выполняем прибавку две петли и тут же мы можем сделать петельку потому что петли у нас пойдут можно через два ряда можно на самом деле делать через четыре потому что слишком часто их выполнять будет сильно петельчато давайте через четыре ряда но на втором мы ее сделаем открытые петли у нас почему не будем потому что здесь будет очень мелкой кашу кашу устраивать не будем так две прибавки я делаю просто обвивом выполнили третьем ряду у нас минус одна петля справа и учитывая что это край делаю дорожку чтобы не утяжелять не и чтобы у меня была хорошая хороший краешек можно делать обычную бабку их тут мало и они ни на что не повлияют смотрите как вам удобно можете делать декером можете просто пересадить петлю лишний провязать делать не обязательно вы сильно растяните край делаю бабку и 4 проверили что все провязалось на четвертом ряду мы тоже делаем две прибавки 1 2 все теперь я отрезаю отделочную нить она мне на этой детали больше не понадобится понадобится она мне нескоро поэтому спокойно мы ее отрезаем и берем отрезаем ее берем основную отяжелитель добавляем метроводитель и теперь будем вязать основным цветом не забывайте все убавки которые у вас будут идти тоже оттягивать если у вас машина требует грузиков так сделали прибавку 2 петли 4 ряда 5 ряд минус 1 игла сейчас будем делать петлю 6 плюс 2 петли и делаем отделочную петельку 1 2 это мы сделали прибавку поставьте в переднее положение соседи иглы чтобы легче было провязывать и сейчас мы будем вязать мы будем с вами выполнять петлю отделочную для того чтобы петля у нас не растягивалась не выполнила нам на этом обвиве огромное растяжение то есть смотрите если мы просто сделаем петлю как это делается поставили в переднее положение провязали поехали дальше у нас будет безобразный край мы так делать не будем петля у нас будет представлять из себя две иголочки поэтому чтобы у нас петелька была хорошая давайте мы закрепим обвив сделан проводим еще раз дважды обвив и выводим через две иглы подтягиваем иглу нить под видите второй обвив через вторую иглу и под иголкой ну можно над иголкой под иголкой если будет частичное вязание сейчас посмотрим провязываем ряд петлю можно сбросить оттягиваем ее седьмой ничего не происходит восьмой выполнили это попроще петля можно сделать двойную закрепку восьмой ряд две иглы прибавляем раз два девятый минус одна игла справа смотрите таблицу там все это описано десятый четыре ряда четыре ряда провязали давайте делать петельку с закрепкой дополнительно десятый плюс две петли раз два уже прибавили и петлю третью смотрите закрепка раз два можно закрепить дополнительно то есть вот эту вот петлю уже можно сбросить навесить на нее утяжелитель больше она участия принимать в вязании не будет но зато вот такой вариант более закреплен то есть мы дважды обвиваем края не иглы это десятый ряд на одиннадцатом ничего не происходит видите закрепка очень жесткая здесь она еще может как-то вытягиваться хотя тоже закреплена здесь она уже и вообще никуда не денется вот эти петли будут железобетонно держаться периодически навешиваете в ребеночке так на одиннадцатом ряду ничего одиннадцатый плюс две иглы тринадцатый минус одна петля и так далее вот таким способом тринадцатый четырнадцатый плюс две петли и петелечка раз два находим найдите тот вариант который вам наиболее приятен и понятен потому что чтобы ускорить процесс не хотелось бы чтобы умирали на этих петлях но в то же время они должны быть очень бодренькими и веселенькими через четыре ряда через два смотрите как вам нравится насколько интенсивно вы хотите их выполнять сделали пятнадцатый минус один и постепенно постепенно у нас деталь смещается в сторону и таким образом мы вяжем 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 каждые два четыре шесть как хотите рядов выполняете петельку по краю где написано край вот с этой стороны доходите до метки вот сюда дошли до слова метка и вот здесь на пятьдесят первом ряду мы с вами остановимся потому что вот этой метки по краю пойдут убавки убавки мощные по минус восемь петель у нас тоже должны быть петельки в процессе закрытия полотна сейчас покажу но сначала доходим до слова метка и останавливаемся дошли до метки вот у нас первая метка пятьдесят первый ряд метка это вот такой вот узелок мы его просто берем и привязываем с той стороны полотна в которой указаны таблички берем петлюловитель узелок сказано с левой стороны значит на левую сторону под петлю заводим петлюловитель захватываем узелок один раз чтобы просто нитка не слетела желательно ее чем-нибудь оттянуть все она будет выполнять свою функцию то есть метка сделана и с пятьдесят второго ряда у нас пошли убавки то есть прибавочки закончили мы отметили себе место изменения направления на самом деле направление здесь так резко изменится будет видно но на всякий случай ставим метки чтобы потом при сборке изделия нам не пришлось думать надо было не надо было провязываем пятьдесят второй ряд и начинаются убавки с убавками и метками делаем все то же самое 2 бабочки убавки простые любые какие вам нравятся косичкой пересадкой вот как хотите раз два две убавки и петля петля ровно по тому же принципу оттянули петлю убрали ее она висит оттянутая здесь ничего не делается лишние иглы ставьте в переднее положение чтобы легче было провязывать и пятьдесят третий ряд ничего не делаем четвертый восемь петель восемь петель надо убрать это много если мы уберем много-много петель у нас не будет петель отделочных поэтому сейчас покажу на восьми петлях как мы делаем петли в процессе закрытия так восемь петель для того чтобы мне не запутаться раз два три четыре пять шесть семь восемь вот эти петли я должна убрать и в процессе убирания сделаю две петельки вот тут раз два раз два убираю вот эти две петли вот это все таки раз два три петли сделаем много не будет зато достаточно так прилично будет оформить краешек раз два три все делаем три петли и поехали убирать обычная петля раз два вот здесь я буду выполнять петельку как точно так же петля раз перелите второе зафиксировали и пересаживаем дальше раз два три скинуть она уже несет на себе тяжесть полотна ну можно перевесить на следующее сделать можно на этой нечетное количество получается делали петлю теперь петельку перевели раз перевели два закрыли пересажим и делаем пересадку и делаем пересадку и делаем пересадку Но мы делаем петельку. Петля. Раз, два. Эту петлю оттянуть и отпустить. Все. В процессе закрытия мы выполнили несколько петель. Вот таким образом будем выполнять с левой и с правой стороны, там, где у меня на табличке написано край. По краю идут петельки. И таким образом полностью готовое полотно. Но прежде чем выполнять прямо на бактусе, потренируйтесь на образце. Точно увидите, как часто вам нужно делать петельки, какой длины и как хорошо они будут у вас держаться. Так, 54-й ряд, 55-й, минус 1 игла. 56-й. Переезжаем и доезжаем до слова метка. Метка теперь идет с правой стороны. С правой стороны петлю. Узелок. Оттяжку. И начинаем делать убавки. 8 добавлений с этой стороны, 13 с этой. И таким образом мы выходим до нуля. То есть мы массово-массово убираем. В процессе закрытия петель выполняем петельки по краю. Ровно по этому же принципу. То есть несколько петель убрали, сделали петельку. Несколько убрали, сделали петельку. Доходите до завершения, делаете петельку. И у нас первая деталь готова. Закончили первую деталь. Получили вот такой элемент. Разделительная полосочка. Это основание и начало для следующих деталей. Самое главное не перепутать ничего в первом фрагменте. Дальше вы пойдете уже вязать от точки соединения этих цветных разделителей. Поэтому сейчас наша задача связать второй элемент. У нас есть вторая табличка. Вот она. Вторая табличка. У нее 40 петель. 20 левая, 20 правая. Каретка. При начале вязания тоже с левой стороны. И дальше идут убавки с обеих сторон. То есть мы будем вязать уголок, треугольничек. Закончим точкой одной. И обращаем внимание, с одной стороны у нас край, с другой следующая деталь. Где следующая деталь, мы можем просто оставлять полотно ровненько. Точно так же, как мы делали на первой части, где край, будем выполнять петельки. Все понятно? И смотрите, начинать надо с левой стороны. Но первый ряд соединительный, он может быть очень такой невнятный. Поэтому первый ряд мы считать не будем. Это такой секрет, который я вам открываю на соединении данной детали. Итак, 40, 20 и 20. 20 и 20. Достаю. 20 и 20 еду. Деталь надеваем на иглы, естественно, изнанкой к себе. Если у нас вот здесь вот отделка, вот здесь петли, значит, надеваем стороной, которые у нас предназначены для вязания соединения. Белая полоса идет в расчет вот этих 40 петель. Она надевается сюда. То есть белая отделка вообще никаким образом не участвует, не представляет из себя чего-то особенного. Она надевается на иголки. Метка, которую мы с вами сделали, вот она, со стороны следующей детали, является ограничителем. То есть мы надеваем от одной иголы до второй вот по эту метку. За самый-самый кончик, за протяжечку. Вот, раз, белую, два, и дальше распределяем за протяжку. Находим серединку. Серединку, смотрите, чтобы на две соседних иглы не наделась одна петля. Тогда у вас просто не образуется петелька и придется исправлять полотно. Вот так, игру все вперед, если у вас машинка с нити водом. И запомнила, что у меня белая полоса занимает три иглы, это важно. Так я буду делать теперь на протяжении всей детали. Три иглы надеваю на белую полосу, надеваю на три иглы. Не всем иглам достаются протяжки, поэтому протяжка, узелок, неважно. Самое главное за кончик и аккуратно, чтобы у вас не было перекоса. Если у вас одна петля, одна протяжка, очень может быть некрасиво. На светлый пряж будет видно. Поэтому постарайтесь равномерно надевать по одному петельному ряду. И после этого все ровно то же самое. По отработанной схеме. С одной стороны просто убавки, с другой стороны петельки, если вы их выполняли на первой детали. Самое главное это правильно соединить. Но еще раз говорю, в следующий раз мы будем просто ориентироваться на место соединения двух частей белых. Этот уголок будет являться центром, основанием для поворота. И по нему уже будем смотреть, куда надевать следующую часть. Все очень просто, очень быстро. Узелок или протяжка, неважно. И вот сейчас же на первом ряду, в который мы не берем расчет. Делаем небольшую оттяжку, само собой, обязательно. Берем белую, белую, белую. Чуть не перепутала, не забывайте, иначе придется распускать. Провязываю ряд соединений. То есть этот ряд может быть настолько маленьким и невнятным, что он даже не будет виден на полотне. Поэтому он за счет не пойдет. Провязали. Щетчик обнулить. Ноль. И четыре ряда. Смотрим дальше по схеме. Первый ничего провязали. Второй минус 2, третий минус 1, четвертый минус 1. Остановились. Поменяли пряжу. И, не забывая выполнять петельки по краю, провязываем небольшой треугольник. Всего 40 рядов. Очень быстро. Нам надо убавить полотно. Вторая. Минус 2 петли. Раз. Два. Сделали убавку и сразу петля. Раз, обвив. Обвив. Петельку зафиксировали. Обвили. И петлю теперь можно сбросить. Раз, два. Три. Три минус 1. И три. Четыре. Минус 1. Смотрите, как часто вы будете делать петли. Смотрите, сделаем. Меняю цвет. Белый уже не нужен. Цвет. Берем. Работы. И продолжаем вязание. Пятая петля. Пятый ряд ничего. Шестой. Минус 2 петли. И так далее. Пока не выйдем на макушку. На точку. Две петли убрали. Делаем петельку. Все, вот они, активные петли. Восьмой ряд не делаем ничего. А, седьмой, седьмой, простите, сейчас мы седьмой. Делаем убавку. Восьмой ряд. Минус 1 петля. И так далее. Довязывайте до завершения детальки. Завершили первую часть. Соединили две детальки. С одной стороны петли. С другой стороны видно, что будет соединение со следующей деталью. Вот оно. В следующий раз вы уже не ошибетесь. И вам даже можно не подсказывать, какая сторона надевается на иголки. И в следующей части мы продолжим. Надеваете за протяжки на указанное количество петель. Смотрите, следующую часть и следующую таблицу. Провязываете ровно по этой же схеме. С край. Со стороны края петельки. Со стороны следующей детали. Просто ровненький, аккуратненький край. Четыре ряда. Разделителем, чтобы он сходился в одну точку. Видите? От того, что вы надеваете белую часть на иглы, и она тоже идет в расчет. Идеально получается звездочка. Провязали вторую часть бактуса. Четыре таблицы. Получается вот такая вот деталь. Длинная, непонятная. Но эта часть бактуса осталась совсем немного. Следующая часть, третья. Будем вязать очень важную деталь. Приступаем к третьей части бактуса. У нас есть четыре уголка. Четыре таблицы мы провязали. Сейчас у нас пятая таблица. И пятая таблица у нас разделена на две части. Не случайно. Обратите внимание, это очень важно. Деталь такая большая, что она физически не помещается в машину на 200 игл. Поэтому ее пришлось разделить пополам. И наша таблица состоит из двух частей. Я не стала делать как продолжение. Мы две части сделали. Провязываем одну. Срезаем ее на брусовую нить. Я вам это покажу. Надеваем заново. И это то, с чего мы начинали. Когда я вам рассказывала, что очень важно следить за первой строкой таблицы. Где у нас указано количество игл в работе и места начала детали. Потому что, обратите внимание, правая 93, левая 45 петля. 45 с левой стороны, 93 с правой. Деталь пойдет вбок сильно уходить. И если мы с вами расположим ее посередине, мы физически не сможем провязать. Поэтому, левая 46, правая 93. Достаем 139 петель. 93, 1, 2, 3. И 46, левая, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот на эти иглы. Вот так вот перекошено в бочок. Мы с вами надеваем деталь. Когда у нас уже оформляется уголок, даже вопроса нет, на какую часть надевать. То есть, уже логично, что мы надеваем от центра звездочки и до уголка детали. Вот оно. Надеваете, провязываете 4 ряда отделкой. И здесь очень четко указано, где плюс, где минус. Мы идем с резким смещением в левую сторону. Не забудьте ставить метка. Это важно. Вот эти метки на пятой детали очень важны, потому что от них пойдет соединение со следующими частями. То есть, часть будет уже являться краем, а часть будет являться продолжением другой детали. Поэтому тут внимательно все на табличке прописано и приступаем к вязанию. Когда мы закончим вязать таблицу, остановимся, будем смотреть, как мы будем поступать со следующей частью 5, 2. Связали по табличке пятую, первую часть. Теперь вы видите, что мы уперлись в край. С одной стороны у нас петли закончились, с другой мы уже упираемся в край игольницы. Поэтому сейчас, не отрывая рабочую нить, снимаем, набросываем все полотно и просто переносим его на край. Наша задача сдвинуть, потому что такая длинная деталь, она физически не помещается. Если бы мы вязали еще более длинную, то есть еще более объемную деталь, нам бы пришлось такую операцию производить два раза. А так один раз. Срезаем на брусовую нить, передвигаем по указаниям табличке. Ставим новую таблицу. 120 петель. Левая 45, правая 75 и довязываем вторую часть. Таким образом у нас получится очень большая, объемная, длинная, целиковая пятая часть. И обратите внимание, не игнорируйте метки. Метка на 41 ряду метка. С правой стороны мы ее поставили. До метки была следующая деталь, а после метки пойдет край. Вот здесь вот, поэтому метка. Вот она. До метки мы вязали просто край, а после уже пошли петельки. Если вы оформляете тоже вот такой петлистый краешек. Даже если не оформляете, метку ставьте все равно, потому что без вот этой меточки, которая у нас стоит, вот этот вот завязанный узелок на строк втором ряду, на строк первом, нам будет не понять, к какому краю, от какого до какого места нам нужно будет присоединять следующую деталь. Поэтому это обязательно. Вот на этом маленьком кусочке у нас пойдет следующая деталька. А сейчас снимаете все на брусовую нить, переставляете полотно и довязываете деталь 5-2. Провязаны три части бактуса. Вот они. И сегодня завершающее. Вяжем два уголочка с двух разных сторон. И задача по уже связанному пятому треугольнику найти метки от основания звездочки до метки. Это один треугольник. Седьмой. Шестой треугольник от основания метки и до края полотна. Шестой треугольник. Вот его. Это будет завершающий уголок. И седьмой это соединитель. Потому что здесь у нас такой явно выщербленный уголок. Его надо заполнить. Итак, задача связать два уголка и полностью завершить вязание бактуса. Приступаем. Приступаем к вязанию шестой части. Это завершающий уголок по краю бактуса. Ищем завершение. Вот она. Метка стоит. От пятого уголка. От пятого треугольника, который мы вязали. И до края. Нет метки до края. Смотрим таблицу. Таблица у нас. 88 петель. 51 правая, левая, 37. 51. 37. Ставим их в положение для надевания полотна. И по этой знакомой технологии, как мы уже делали, на протяжении всего бактуса, который провязан, изнанкой к себе я надеваю уголок на край. Вот метки. Вот она метка. И вот эту петельку, на которой у нас находится метка, мы тоже надеваем на уголки. Метку можно сразу оттянуть. Если у вас есть подобные прищепки, это здорово. Вот так оттянули и бросили вниз. Она оттягивает края. И краешек с другой стороны. Теперь серединку, серединку, серединку. И таким образом мы равномерно надеваем полотно. И задача будет, опять же, по табличке провязать. Не забывайте, что, как мы вязали в протяжении всех предыдущих уголков, первый ряд мы не считаем, не идем. В расчет не идет. Белая отделочная полоса, каретка у нас находится справа. И этот ряд в расчет не идет. Это такая небольшая хитрость, которую, в общем-то, можно не делать, а можно делать. Я делаю именно для того, чтобы первый рабочий ряд не был таким куценьким, маленьким. Потому что, если вы берете протяжки, это одно. Если вы берете полный петельный столбик, еще чего-нибудь там искривите, то будет совсем другое. И первый ряд, провязанный вами отделочной полосой, может быть меньше, чем вы рассчитывали. Поэтому мы таким образом сглаживаем этот неприятный момент, возможный. И вообще о нем даже не догадываемся в итоге. Так, надеваю все полотно. На иглы. Беру белую нить и вяжем. Приступаем к вязанию шестой части. Это завершающий уголок по краю бактуса. Ищем завершение. Вот она, метка стоит. Вот, пятого уголка, пятого треугольника, который мы вязали. И до края. Вот, метки до края. Смотрим таблицу. Таблица у нас. 88 петель. 51 правая, левая 37. 51, 37. Ставим их. Положение для надевания полотна. И по знакомой технологии, как мы уже делали, на протяжении всего бактуса, который провязан. Изнанкой к себе я надеваю уголок на край. Вот метки. Вот она метка. И вот эту петельку, на которой у нас находится метка, мы тоже надеваем на уголки. Метку нужно сразу оттянуть, если у вас есть подобные прищепки, это здорово. Вот так оттянули и прошли вниз, она оттягивает край. И краешек с другой стороны. Теперь серединку, серединку, серединку. И таким образом мы равномерно надеваем полотно. И задача будет, опять же, по табличке провязать. Не забывайте, что как мы вязали в протяжении всех предыдущих уголков. Первый ряд мы не идем. В расчет не идет. Белая отделочная полоса. Каретка у нас находится справа. И этот ряд в расчет не идет. Вот это такая небольшая хитрость, которую, в общем-то, можно не делать, а можно делать. Я делаю именно для того, чтобы первый рабочий ряд не был таким куценьким, маленьким. Потому что, если вы берете протяжки, это одно. Если вы берете полный петельный столбик, еще чего-нибудь там искривите, то будет совсем другое, и первый ряд, провязанный вами, отделочный полосой, может быть, меньше, чем вы рассчитывали. Поэтому мы таким образом сглаживаем. Этот неприятный момент, возможный. И вообще о нем даже не догадываемся в итоге. Так, надеваю все полотно на иглы. Беру белую нить и вяжем. Шестая деталь, 6-1. Белая отделка. Общий ряд. Который не идет в расчет. Ставим счетчик. И теперь начинаем считать. На первом же ряду у меня убавка идет с правой стороны. Самое главное, когда вы делаете соединительный первый рядочек, посмотреть, что у вас завязались все петли. Чтобы вы нигде не ошиблись, надевая полотно. Ну вот. Ряд. И начинаем делать убавку. И не забывайте, что на завершающем шестом уголке у нас с обеих сторон идут края, поэтому с двух сторон надо выполнять петельки. Здесь меток уже никаких у нас не будет. Просто убавочки. Убавки такие, как вам удобно. Первый. В втором ряду у нас ничего не происходит, кроме того, что мы делаем петлю. И после этого по указаниям программы, которую я вам выписала на листочек в табличку, которая стоит перед вами, довязывайте до завершения детальки. Чем хороша завершающая деталь, даже если у вас чуть-чуть что-то искривится, заметно это на бактусе не будет, потому что он весь имеет очень кривую, такую необычную форму. Довязывайте шестую деталь, довязывайте седьмую деталь. В ней тоже нет никаких необычных элементов, кроме того, что седьмую деталь, когда мы завершим, мы соединим с первой. Делаем вместе шовчик, а так шестая и седьмая детальки провязывайте, потому что там еще раз седьмая деталь у нас пойдет. Вот здесь от пятого уголка отметки до начала звездочки. Остается соединить первую деталь и седьмую. Провязали седьмой уголок. Берем первую деталь, помните, мы начинали с бросовой нити, вот она, надели бросовую нить на иголки и теперь пейте лицом к себе. Завернули на нее седьмую, на три петли, помните, мы в первом уроке уже говорили, что три петли это белая полоска, на три иглы надели белую полоску, они должны совпадать в уголочке, в точке, и седьмую деталь, тут не перепутайте, по-другому она не ляжет, надевайте на иглы в соответствии с количеством открытых петель, с которых мы начинали. Будет небольшая припосадка, но учитывая, что деталь тонкая, она немножко вытянулась в процессе вязания, ничего страшного. И плюс к этому петли очень плотно сидят, потому что вязание шире, чем петли у меня, поэтому спокойненько надеваем полотно на иголке и просто, просто закроем белым хвостиком. У меня был маленький-маленький хвост, вот он, видите, я привязала к нему основную нить белую, чтобы вот здесь вот убрать хотя бы один хвост, его уже не надо будет никуда придумывать, куда его девать, прятать. И так надеваем все равномерно, чтобы было равномерно, сначала серединку, потом еще серединку, потом еще серединку, и таким образом мы очень ровненько и плавно все соединим. Закрытие любое, самое главное не перетянуть, видите, полотно, когда мы его надеваем, очень спокойно припосаживается, и никакого мешка тут не будет, потому что мы сейчас подпарим бактус, который уже готов, собственно, мы уже его связали, это самая-самая завершающая деталь, которую мы делаем. Сейчас мы все выполним, соединение, спарить, все, бактус готов. Если вы все сделали правильно, если вы нигде не ошиблись, и все делали по табличке, у вас будет идеальная конструкция. Сейчас проверим, что у нас получается. Это самое простое закрытие, самая обычная коса. Все. Все. хвостики убрать. Если в середине получилась небольшая дырочка, закрыть. Давайте сейчас уберем, бросаем все-таки. отверстие небольшое есть, но завязали два дырочка изначально и закрыли дырочку. хвостики уберем в шов. Все. Никаких. Прогладили, подпарили. брусовая нить отвалилась сама. Вот оно, очень ровное, аккуратное соединение. Все. Лёздочка. Идеально. Подпариваем. Метки можно убрать. хвостики заправить. Как заправлять? Давайте заправим с вами один хвост. Вот у меня есть хвост. Во-первых, если вы не завязали узелки в процессе работы, то делайте это сейчас. И петлю ловителем белая и розовая. Белую нить я заправляю в несколько розовых, белую, простите, конечно же, белую нить заправляю в несколько белых петель. Розовую в несколько розовых петель. Самый простой способ, самый-самый-самый быстрый, самый простой, если нужно убрать в конце, после того, как мы уже все закончили. Никаких следов и никогда ничего никуда не развалится и не перекосится. Все. Даже не видно, где были эти хвостики. Вот так убирайте все хвосты и идем смотреть, что у нас получилось. Примеряем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова